Возвращение Таноса, полнометражная Игра Престолов, трейлер новых Звёздных Войн и второго сезона Игры в Кальмара, тизеры грядущих сериалов Marvel Studios и подзаголовок Четвёртого Человека-Паука. Всем привет, с вами снова я, Артём, и это, как обычно, новости недели. Ну а теперь давайте отправимся в давние-давние времена, в далёкую-далёкую галактику. На прошлой неделе Дисней показал первый полноценный трейлер нового сериала про далёкую галактику «Звёздные войны. Опорная команда». И уже по трейлеру видно, что ребята из «Лукас Филм» наконец-то решили прислушаться к фанатам и сделать вселенную «Стар Ворс» более разнообразной, так что уже можно увидеть новые интересные локации и инопланетян. Это чудеса. Сюжет, напомню, расскажет про четверых детей, которые по неосторожности оказались затеряны в галактике и теперь ищут путь домой. А в этом им помогает владеющий силой незнакомец по имени Джод Нанавуд, роль которого исполнил Джуд Лоу. Но учитывая, что над сериалом работал Джон Уоттс, известный как режиссёр марвеловской трилогии о Человеке-пауке, кажется, что нас наконец-то ждёт годнота, а не очередной Акалит. Стартует сериал 3 декабря на Disney+, так что ждём. Кстати, на днях стало известно, что Джордж Лукас изначально готовил в трилогии приквелов ещё один крышесносный плод-твист уровня «Я твой отец». Лукас хотел показать, что Оби-Ван Кеноби на самом деле не настоящий Оби-Ван, тогда как настоящий Оби-Ван Квайгон Джин. «Ничего не понимаю». Художник, работавший над старибордом картины, Йен МакКейг, рассказал, что Лукас изначально хотел назвать героев скрытой угрозы наоборот. Герой Лиама Нисона должен был быть Оби-Ваном, а персонаж Йоэна МакГрегора — Оби-Ваном. Зрители должны были считать Нисона тем самым Оби-Ваном, так что его смерть в схватке с Дартом Молом должна была стать реальной неожиданностью. Ну а затем молодой Квайгон, сразив Мола, взял бы себе имя своего учителя. Что за бред? Такой ход должен был не только вызвать вау-эффект, но и якобы объяснить, почему в «Новой надежде» Бен Кеноби сказал, что давно не слышал собственное имя. Знаешь, я не слышал это имя очень давно. Однако затем Лукас все же передумал делать этот вымоченный твист. Ну а теперь у руля Дисней, который своими вымоченными твистами загнал франшизу в глубокий кризис, ведь после провала «Колита» студия отменила практически все сериалы про далекую галактику, над которыми работала. Это уже не говоря о неудачах с возвращением «Звездных войн» на большие экраны, которые откладывают уже целых пять лет. Но вроде бы уже в 26-м году мы наконец-то увидим полнометражных «Мандалорца и Грогу», которые наверняка покорят прокат. Тут и к гадалке ходить не надо. Ну а на прошлой неделе прокат покоряла студия Sony, сразу с двумя релизами. «Веном. Последний танец» за две недели в прокате натанцевал на 317 миллионов долларов, чем уже не просто окупил затраты студии на производство в 120 миллионов, но и принес хорошую прибыль. Так что «Последний танец» вполне может стать крайним. Понимаешь? Также Sony выпустила в прокат драму «Тогда, сейчас, потом», которую снял Роберт Зимекис, а главные роли исполнили его коллеги по Форесту Гампу – Том Хэнкс и Робин Райт. Вот только критики не оценили такой Реюниан. По их мнению, картина ощущается как плохой ситком – слащавый, неуклюжий, шаблонный и с неудачными решениями, вроде фиксированной камеры и дипфейк-технологий для того, чтобы омолодить актеров. Но в то же время они называют драму трогательной, хорошо снятой и запоминающейся. Пока что прокат стартовал только в США, где картина собрала за выходные всего 5 миллионов долларов, что при бюджете в 50 – настоящая катастрофа. Однако, возможно, творение Зимекиса лучше зайдет в международном прокате. Так что шансы еще есть, но только до конца месяца. Ведь потом эстафету Sony перехватит Disney, который тоже выпустит сразу два своих потенциальных хита – фэнтези «Злая. Сказка о Ведьме Запада» и «Маана 2». Сиквел «Маана» уже сейчас обещает стать кассовым хитом уровня «Голодного сердца», если не последние головоломки. На прошлой неделе стартовали предпродажи билетов, и за первый день было продано больше билетов, чем на любой другой анимационный фильм этого года. Так что сейчас мультфильму прогнозируют старт в домашнем прокате в районе 150 миллионов. А это значит, что «Маана» готовится потягаться с самой кассовой картиной этого года – «Головоломкой 2», которая в первые выходные в американском прокате собрала 154 миллиона. Пошла жара! А уже через неделю после «Муаны» «Мышиный дом» выпустит экранизацию мюзикла о предыстории ведьм из «Волшебника страны Оз» – «Злая. Сказка о Ведьме Запада». Несмотря на то, что по трейлерам картина выглядит фестивалем кринжа, первые зрители называют злую шедевром. Они расхваливают визуал, картины, музыку и особенно актерские работы – Арианы Гранде и Эсинтии Эривы. Ну и вообще считают, что «Злая» станет классикой и будет входить в топ лучших фильмов. Не наебывай меня, Тони. Ну а наши киноделы уже приготовили ответ этому шедевру. И как раз на прошлой неделе показали первый трейлер сказки «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Если вы вдруг не знали, то «Волшебник изумрудного города», написанный Александром Волковым, это авторская переделка «Волшебника страны Оз» с некоторыми изменениями. Ты оказалась в нашей стране? Ничего себе релокация. Страшила мечта эта мозгаха. Ой, мышь, рычит! В кино картина выходит 1 января, так что сборы у нее явно будут рекордные. Марвел недавно тоже по-своему адаптировали «Волшебника из страны Оз». Ведь как раскрыл сериал «Это все Агата», «Злая ведьма Запада на Земле 616» как раз-таки была вдохновлена Агатой Харкнесс. И это еще одна отсылка к «Стране Оз», которая, как пошутил Дэдпул, была первой мультивселенной. «Волшебник страны Оз» — самый первый мультиверс и самый лучший! Сам сериал завершился на прошлой неделе, аккурат под Хэллоуин, и хорошо зашел пользователям Дисней Плюс. Как раскрыла студия, пару недель назад седьмой эпизод только за сутки посмотрели 4 миллиона 200 тысяч зрителей, что, по их же словам, на 35% больше, чем у первой серии. Сколько точно просмотров было у дебютной серии, неизвестно, но за неделю ее посмотрело 9 миллионов 300 тысяч человек. И это неудивительно, ведь сериал действительно припас для фанатов несколько крутых сюрпризов. И дальше будут спойлеры, поэтому, если вы не посмотрели это все Агата, мотайте до этой отметки. Я предупредил. В общем, в сериале нам представили двух очень важных для киновселенной Марвел персонажей. Сына Алой Ведьмы, Викана, и саму смерть. Викан, как и в комиксах, оказался реинкарнацией Билли Максимов под именем Уильям Каплан. После того, как Ванда сняла наколдованный над Вествью Гекс, души ее сыновей освободились. Душа Билли проникла в тело Уильяма, который попал в аварию возле Вествью. А вот дух Томми так и не нашел себе тела. Тем не менее, в финале сериала Билли с помощью Агаты смог найти душу Томми и привязал ее к умершему в тот момент подростку, после чего отправился на поиски своего брата. И если и тут киновселенная повторит канон, то это окажется Томас Шепард, который станет никем иным, как Спидстером, скоростью. А вот что касается героини Обри Плазы, то в седьмой серии раскрылось, что она играет одного из самых могущественных персонажей в комиксах Марвел. Саму смерть, в которую по комиксам был влюблен Танос. По канону именно для нее Танос пытался отыскать Камни Бесконечности, чтобы доказать смерти свою любовь. Однако в киновселенной Безумному Титану решили сделать более приземленную мотивацию. Хотя мы еще можем увидеть встречу Таноса и смерти. Как рассказала инсайдер MyTimeToShineHello, студия сейчас ведет переговоры с Джошем Бролином о возвращении к роли Титана в Секретных Войнах. Но несмотря на это, кажется, что арка смерти в КВМ будет больше связана не с мультивселенной, а с мистической вселенной и другим могущественным злодеем Марвел. Мефисто. Да, хоть студия все же не стала показывать Мефисто, как утверждали многие слухи, тем не менее в сериале раскрыли, что демон все-таки существует, так как одна из ведьм в сериале произнесла его имя. Приспешник Мефисто. Позднее шоураннер сериала Жак Шефер рассказала, что это была не ее идея добавить упоминание демона. Это была просьба студии, а значит Марвел точно тизерит его появление в КВМ. Ну и раз Мефисто теперь канон, значит ждем Сашу Барона Коэна. Радостно. Где точно стоит ждать появление Мефисто и Викана, пока неизвестно. Но есть два варианта. Сериал Квест Вижена, который логически может продолжить сюжеты Ванды, Вижена и это все Агата. Или сольный фильм про Алую Ведьму, который по слухам находится в работе. Квест Вижена должен выйти в 2026, тогда как его съемки стартуют уже в следующем году, о чем рассказал сам Пол Беттани. Но логичнее всего было бы ждать появление Мефисто не в сай-фай про андроида, а в фэнтезийном сольнике Алой Ведьмы в качестве достойного противника для Ванды. Вот только все эти планы могут поменяться, так как студия, по словам Дэниела Рихтмана, решила ускорить завершение саги мультивселенной. Как рассказал инсайдер, студия поставила на паузу практически все проекты, и на данный момент планирует до выхода следующих фильмов про Мстителей только два фильма – Человек-паук 4 и некий таинственный проект, которым вполне может быть фильм про Алую Ведьму. Год назад я рассказывал, что качество проектов саги мультивселенной просело из-за большого количества, так как Кевин Файги и остальная команда попросту не успевают уделять достаточно внимания каждому проекту. И видимо теперь Файги решил бросить все свои силы на глобальные кроссоверы, с чем и может быть связан перенос Блейда на неопределенный срок. Так что студия решила заняться своим любимым делом – в очередной раз переписать сценарий Блейда. Сколько можно, бля? Да, как сообщил Дэниел Рихтман, студия сейчас в очередной раз переписывает сценарий с нуля, несмотря на то, что последний черновик, написанный Эриком Пирсоном, устроил руководство. При этом сам Махерш Лали совсем не против переноса, так как очень доволен тем, в каком направлении сейчас движется проект. Та же самая судьба, похоже, постигла и «Войны брони», на что в недавнем интервью недвусмысленно намекнул режиссер фильма, Ясер Лестер, сравнив картину с Блейдом. Точно так же, как и с сольником Блейда, работа над «Войнами брони» то начинается, то ставится на паузу, но затем снова возобновляется. Тем не менее, все эти переносы, скорее всего, затронут лишь полнометражные фильмы киновселенной, тогда как сериалы продолжат выходить как запланированы. Студия как раз недавно представила расписание своих ближайших ТВ-шоу. Мультсериал «Человек-паук. Год первый» выйдет 29 января 2025 года. Затем 4 марта состоится релиз «Сорви головы, рожденный заново». Глаза Ваканды стоят на 6 октября, «Железное сердце» на 3 сентября, «Марвел-зомби» на октябрь, а «Чудо-человек» на декабрь 2025. Студия также выпустила тизер с кадрами грядущих марвеловских релизов Disney+, в котором можно увидеть первые кадры «Чудо-человека» с Яхья Абдул-Матином II в образе Саймона Уилсона и «Беном Кингсли», который вернулся к роли Тревора Слэттери. Короткие трейлеры также получили «Человек-паук-год-1», «Железное сердце», «Что если…» «Марвел-зомби», «Глаза Ваканды», «Ну и, конечно же, сорви голова, рожденный заново». По слухам, в сериале Фиск станет мэром Нью-Йорка и объявит всех линчевателей вне закона. И, как сообщают инсайдеры, в своей речи Кингпин воодушевит жителей города не полагаться на помощь героев, которые одеваются как паук, дьявол или псих с черепом на груди. И такая фраза может потенциально связать сюжеты «Сорви головы» и одного из следующих фильмов про дружелюбного соседа. Ведь напомню, что первоначально Файги планировал сделать четвертый фильм про Человека-паука «Приземленный историей», а слухи утверждали, что в картине также будет задействован и «Сорви голова». Однако позднее, когда картину перенесли на лето, после «Мстителей. Судный день», в сети начали появляться слухи о том, что новый паук снова будет связан с мультивселенной. Но сейчас в сети появляются самые разные слухи о сюжете следующего Человека-паука. Согласно ресурсу The Cosmic Circus, это все-таки будет уличная история с участием «Сорви головы», которая расскажет о событиях до Судного дня, как это было, например, в «Черной вдове». А вот другие, наоборот, обещают эпичный мультивселенский кроссовер с участием Венома, Доктора Дума и других вариантов дружелюбного соседа, о которых я уже многократно вам рассказывал. Но в сети появились и новые слухи относительно деталей картины. «My Time to Shine Hello» опубликовала в соцсетях фото производственной карточки следующего сольника-паука с деталями проекта. Если верить этой информации, картина получит подзаголовок «Brand New Day» или «Совершенно новый день», а сюжет будет происходить сразу после «Мстителей. Судный день», когда Питер Паркер и решит завязать с супергеройской карьерой. При этом синопсис намекает на то, что в новом фильме действительно появится Веном. После событий Судного дня Питер Паркер повесил костюм Человека-паука на гвоздь, и теперь он полон намерений жить обычной жизнью и сосредоточиться на колледже. Однако мирная жизнь оказывается недолгой, так как возникает новая смертельная угроза, которая угрожает его друзьям и заставляет Питера пересмотреть свое обещание. Ставки высоки как никогда, так что Питер неохотно снова надевает маску Человека-паука и объединяется с неожиданным союзником, чтобы защитить тех, кого он любит. Не менее интересным выглядит и упомянутый в карточке каст, согласно которому к проекту присоединились Эндрю Гарфилд, Роберт Дауни-младший и Майкл Китон, который явно повторит роль стервятника. Но пауков много не бывает. Так что, по словам Дэниела Рихтмана, прямо сейчас в студии обсуждают возможность создания мультсериала «Человек-паук-98». Да, продолжение того самого паука из детства в духе «Людей Икс-97». Но тем временем студия Марвел выпустила книгу «Искусство Дэдпула и Росомахи», в которой собраны концепт-арты из кроссовера Уэйда и Логана. В честь этого художник картины Энди Парк поделился концептом вырезанного варианта Росомахи из 268-го номера «Невероятных людей Икс», который особенно примечательен тем, что в этом номере Логан впервые встретил Капитана Америку. Хотя этот вариант не настолько крутой, как Кевилл Маха, которого мы, кстати, еще можем увидеть на экранах. Ну или не Кевилл Маху, а какого-то другого героя в исполнении Генри Кевилла. Ведь, как рассказал ютубер Джон Кампеа, в августе студия Марвел провела несколько встреч с Кевиллом, на которых обсуждали с ним потенциальные крупные роли. Ну а кроме того, по словам Рихтмана, студия Марвел хочет взять на одну из крупных ролей певицу Билли Айлиш. И кажется, что все большие роли в саге мультивселенной уже заняты, так что логичнее всего ждать Билли уже в саге мутантов. Может быть, даже в злодейской роли, которая не будет требовать от нее много времени на съемки. I'm the bad guy. Так что жду ваши ставки в комментариях. Кого сыграет Билли Айлиш? Да. При этом формальный дебют певицы в КВМ как раз состоялся недавно. Ведь песня Айлиш You Should See Me in a Crown звучала в финальных титрах пятого эпизода сериала Это все Агата. Также студия надеется вернуть в следующих фильмах про Мстителей Пеппер Поттс. Но непонятно, будет ли это знакомая нам версия героини, или какой-нибудь ее альтернативный вариант. И было бы очень круто увидеть встречу Пеппер со злой версией Тони Старка. Короче, следующие марвеловские кроссоверы должны быть по-настоящему крутыми. И братья Руссо в недавнем интервью это пообещали. Мы бы не стали возвращаться, если бы у нас не было истории, которая могла бы стать в один ряд с Войной Бесконечности и Финалом, и безумно взрывной идеей. В этом же интервью братья рассказали, что перед тем, как заняться следующими Мстителями, они сделают другой проект, где одну из ролей также исполнит Роберт Дауни-младший. Но уже в марте выйдет их сай-фай «Электрический штат», который должен стать самым графонистым фильмом в фильмографии братьев. По словам самих братьев, они ни разу за всю свою карьеру не сталкивались с таким количеством визуальных эффектов. А значит, их в этом фильме даже больше, чем в «Мстителях Финал». Не может быть. Ну а тем временем в сети появилось фото мерча по Капитану Америка «Дивный новый мир», который раскрыл оригин Красного Халка. Монстр, созданный Сэмюэлем Стерном. Красный Халк – невероятно сильный и грозный противник. Его кожа излучает жар, поджигая все вокруг. Кроме того, мерч позволяет получше рассмотреть костюмы Сэма Уилсона и его напарника, Хойкина Торреса. Супергерл тоже недавно нашла напарника. А точнее, напарницу. На днях каст сольного фильма про Кару Зор-Эл пополнила Ив Ридли, известная по сай-фаю «Задача трех тел». Ей досталась роль воительницы Рути Мэри Холл. В комиксе Супергерл «Женщина завтрашнего дня» Рути путешествовала с Карой по вселенной, надеясь отомстить злодею Крему с Желтых Холмов за убийство своего отца. Ну а самого злодея, напомню, сыграет Маттиас Шонерц. А вот к касту «Корпуса зеленых фонарей» присоединилась Кэлли Макдоналдс, сыгравшая в драме «Старикам тут не место» и в сериале «Черное зеркало». Ей досталась роль шерифа Кэрри, практичной и преданной своей семье и городу женщины, чья стойкость помогает людям, когда секреты их сообщества всплывают наружу. Также Ганн рассказал, почему они до сих пор не представили других ключевых героев комиксов DC, Аквамена и Флэша. И в своих соцсетях в ответ на этот вопрос он ответил, «Может быть, потому что киновселенная еще не стартовала?» Так что мы точно увидим этих героев в DC, только чуть позже. Но сначала мы увидим двух самых легендарных персонажей DC, Супермена и Бэтмена. Перед авторами нового Бэтмена стоит крайне сложная задача, ведь мы уже видели много версий этого персонажа, поэтому надо очень постараться, чтобы показать его по-новому. И даже в этом случае, как доказал Бэтмен Мэтта Ривза, картине будет очень трудно избежать сравнений с Бэтменом Кристофера Ноланом, который установил новую планку и уже стал классикой. Ну а недавно для всех фанатов Нолановского «Темного рыцаря» сделали настоящий подарок — полноразмерную и рабочую версию Бэтмобиля. Компания Action Vehicle Engineering создала полноценную реплику автомобиля, которая оснащена двигателем мощностью 525 лошадиных сил, имитацию ракетного двигателя, декоративной турели и приборную панель, прямо как в фильме. Сделан этот монстр из авиационной стали, кевлара, углеродного и стекловолокна, так что весит он не так много, как можно было ожидать — 2,5 тонны. Всего выпустят 10 таких автомобилей, а стоить каждый будет 3 миллиона долларов. Вот только повторить знаменитую погоню Бэтмена от полиции не выйдет, так как по дорогам общественного пользования на нем ездить нельзя, так что, скорее всего, он просто будет стоять у коллекционеров. Нет ничего печальнее, чем зверь, запертый в клетке. Ну и пока Бэтмен готовится получить всю слабу мира, его заклятый враг Джокер заслужил всеобщую ненависть после «Безумия на двоих». Всех, но не Квентина Тарантино. Недавно Квентин посетил подкаст Брэта Истона Элиса и рассказал, что посмотрел «Джокера безумия на двоих» и, несмотря на свой скепсис, остался в восторге от фильма. «Мне очень понравился Джокер. Просто невероятно. Когда я шел на фильм, то ждал, что мне понравится только то, как он снят. Я думал, что это будет лишь интеллектуальное упражнение, которое не сработает, как фильм. Тем не менее, я был готов его оценить таким, какой он есть, ведь у меня нет проблем с тем, чтобы получать удовольствие от фильмов, даже если они не работают или плохо сделаны. Но в итоге для меня Джокер не стал упражнением, я им реально увлекся». В самой идее фильма Тарантин увидел ту самую концепцию, которую он когда-то хотел реализовать в «Прирожденных убийцах», сценарий которых он продал в 90-х. Тогда фильм снял Оливер Стоун, который перед этим сильно переписал сценарий, что не понравилось Тарантино. Но теперь Квентин заявил, что «Безумие на двоих» — это та самая версия «Прирожденных убийц», которую он хотел бы увидеть. Он также считает, что Хойкин Феникс в этом фильме сыграл одну из своих лучших ролей. И Хойкин не единственный, кого Тарантино похвалил за работу над фильмом. И ведь он в восторге от того, как Тодд Филлипс снял весь фильм, не оглядываясь на мнения окружающих. «Вся его концепция и эта идея, и то, как он тратил деньги студии, это то, как их потратил бы Джокер. Он будто бы говорит «Идите нахер все». Он посылает нахер и аудиторию, и весь Голливуд. Короче, воруй как художник, кради деньги как Джокер». На этом Тарантино не остановился. И в этом же подкасте рассказал, что не смотрел Дюну Дени Вильнёва. И не собирается этого делать, потому что уже смотрел фильм Дэвида Линча. «Я смотрел Дюну Линча несколько раз. Мне не нужно смотреть эту историю снова. Мне не нужно снова смотреть на космических червей. И мне не нужно смотреть фильм, где слово «спайс» произносится так драматично». Что неудивительно, ведь Тарантино ярый противник одержимости Голливуда ремейками, которых с каждым годом становится только больше. На днях в сети появились новые кадры и лого приквела «Оно» «Добро пожаловать в Дэри», действие которого будет происходить в 1962 году, в последний раз, когда просыпался Пеннивайз до событий фильма 2017 года. При этом сюжет будет крутиться вокруг клуба «Черное пятно», который по книге был сожжен российским культом. А сериальный формат позволит рассказать больше о предыстории жуткого инопланетного существа. А вот «Игра престолов» идет обратным путем, и из сериала превращается в полнометражный фильм. Да, стало известно, что Warner Bros. работает как минимум над одним крупным фильмом для кинотеатров во вселенной Вестероса. Но пока нет никаких деталей, кроме того, что это точно будет спин-офф. А как иначе? Так что будем надеяться, что Уорнеры не облажаются, как с другим фэнтезийным спин-оффом — фантастическими тварями. После разочаровывающих кассовых сборов последней части, франшиза ушла в тень. Но теперь ее звезда Эдди Редмейн сказал, что слышал, будто студия решила свернуть фантастических тварей. Так что получается, что Джонни Депп, которого Уорнеры уволили с роли Гринда Вальда, пережил всю франшизу. И при этом я не выпил ни капли рома. Ведь он успел выиграть суд против Эмбер Хёрд и вернуться в кино, сыграв во французской драме Жанна Дюбари. Но теперь Джонни Депп готовится вернуться и в Голливуд. Стало известно, что актер сыграет в триллере «Дневной пьяница», об Армене круизного лайнера, который оказывается втянут в криминальную историю после встречи с загадочным посетителем. Причем главную женскую роль сыграет Пенелупа Круз. А значит, это будет четвертый совместный фильм «Депп и Круз» после кокаина, пиратов Карибского моря на странных берегах и убийства в Восточном экспрессе. Ну а снимет картину режиссер нового Человека-паука Марк Уэб. Крутым триллером нас уже в этом году порадует и Netflix, который в декабре выпустит второй сезон «Игры в кальмары». И как раз на прошлой неделе стриминг выкатил двухминутный трейлер нового сезона. В ролике показали, как Сон Ки Хун вернулся на игры и пытается убедить других участников отказаться и остановить кровавые соревнования. Но те, предсказуемо, его не слушают. Ведь на кону... Бабки, бабки, сука, бабки! Выходит второй сезон уже 26 ноября. При этом третий и финальный сезон запланирован уже на следующий год. Кстати, американский спин-офф от Дэвида Финчера тоже не придется ждать долго. Как стало известно, режиссер отложил все свои проекты, чтобы в следующем году заняться спин-оффом, который в прессе прозвали «Игра в кальмара Америка». Хотя есть слухи, что он может параллельно заняться и полнометражным фильмом, который наверняка также выйдет на Нетфликс. Ведь Финчер недавно заключил со стримингом эксклюзивный договор на три года. Да, сейчас Нетфликс активно пытается привлекать именитых постановщиков, чтобы за ними подтянулась их широкая аудитория. Однако такой подход не устроил Гретту Гервик, которая в прошлом году подписала снимать новые «Хроники Нарни». И в итоге дело дошло до конфликта. Несколько недель назад Гервик попросила студию устроить картине прокат в кинотеатрах, а когда стриминг отказался выпускать новую «Нарнию» на больших экранах, она попыталась разорвать с ними контракт. И, как сообщают, после этого Нетфликс решил пойти Гервик на уступки, и теперь все же планирует масштабный прокат картины на 2000 экранах. Что неудивительно, ведь такое эпичное фэнтези явно будет создаваться с прицелом именно на большие экраны. Вот только в кино «Хроникам Нарнии» предстоит конкурировать со «Властелином колец», ведь сейчас «Ворнеры» вплотную работают над новыми фильмами про Средиземье. Ждать возвращение в фэнтезийный мир Толкина долго не нужно, ведь уже в этом декабре в кино выйдет аниме «Властелин колец. Войнар и Хирим». Он расскажет о событиях, произошедших за несколько сотен лет до событий «Хоббита» и оригинальной трилогии. Но, тем не менее, без знакомых персонажей дело не обойдется, ведь в картине появится колдун Сыруман. И, как оказалось, в оригинале он будет вновь говорить голосом покойного Кристофера Ли. Для этого авторы взяли неиспользованные реплики, снятые во время работы над «Хоббитом». Ну а фанаты фэнтези прямо сейчас погружаются в сказочный мир Тедоса, в Dragon Age The Veilguard. Да, долгожданная RPG от BioWare наконец-то вышла, спустя 10 лет после выхода последней части Dragon Age Inquisition. Напомню, что после первого трейлера игроки захейтили игру за мультяшный тон, так что многие опасались, что новый Dragon Age продолжит ряд неудач BioWare. Однако после выхода мнения игровых журналистов и игроков разделились. Критики остались от игры в восторге, так что они заявляют, что BioWare официально вернулись, сделав великолепную RPG с отличным сюжетом, потрясающе написанными персонажами, увлекательной боевкой и завораживающим визуалом. Ну а некоторые и вовсе называют игру «лучшим Dragon Age». Правда, игроки не разделили такое мнение. Им, наоборот, не понравилась плохая история и атмосфера, которая совсем не похожа на Dragon Age. Но больше всего игру ругают за токсичную воп-пропаганду, которую пихают буквально в каждом диалоге. А чрезмерное нравоучение попросту раздражает тех, кто играет, чтобы расслабиться. А вы уже поиграли? Если да, то напишите в комментариях, как вам. Но по уровню хайпа можно с уверенностью сказать, что для BioWare это успех, а значит в своих будущих играх они могут прислушиваться к критике. А вот создатели нашумевшего Concord'а, Fireworks Studios, уже не смогут сделать работу над ошибками, так как студию распустили, а Concord официально закрыли и не будут перезапускать. Так что последнее погружение во вселенную Concord'а состоится в амазоновском мультсериале «Секретный уровень», где будет целый эпизод, посвященный провальной игре. Также Amazon сейчас работает над новой экранизацией игр Tomb Raider про расхитительницу гробниц Лару Крофт. Прямо сейчас стриминг активно ищет исполнительницу главной роли, и как сообщает Deadline, на роль Лары рассматривают звезду Игры Престолов Софи Тернер и известную по богемской рапсодии Люси Бойнтон. Ну а Том Круз тем временем собрался возвращать на большие экраны очередную классику Тони Скотта – «Дни грома». После успеха Top Gun Maverick, Круз хочет снять продолжение драмы «Дни грома» 90-го года, где он играл главную роль. Картина рассказывала про гонщика Носкар, который вместе со своим непримиримым противником оказывается в одной больничной палате после аварии на гонках. После релиза «Дни грома» стали кассовым успехом, собрав 157 миллионов долларов при бюджете в 60. Ну непонятно, насколько продолжение этой истории заинтересует зрителей сегодня. С таким количеством сиквелов и ремейков нетрудно понять Тарантино, который недоволен тем, что Голливуд сейчас пилит одно и то же. Дебилы. На прошлой неделе как раз появились детали очередного продолжения хоррора «28 лет спустя», который станет началом новой трилогии. И съемки второй части под названием «28 лет спустя. Часть 2. Храм костей» уже завершились, несмотря на то, что первая до сих пор не добралась до кинотеатров. Первый фильм, по словам Рейфа Файнса, который сыграл там одну из главных ролей, расскажет про мальчика, который путешествует через зараженную страну в поисках лекарства для своей матери. Неудивительно, что Дэнни Бойл решил возродить франшизу именно сейчас, когда жанр хорроров переживает ренессанс. Так что неудивительно, что и пародии на хорроров тоже переживают ренессанс. Ведь совсем скоро над современными фильмами ужасов поржет новое очень страшное кино. И это не просто очередная часть очень страшного кино, а фильм от создателей этой франшизы. Ведь над шестой частью пародийного хоррора работают братья Уайнс, Марлон, Шон и Кинан, которые ушли из франшизы после второго фильма. Но учитывая, что фанаты больше всего любят именно первые две части, от братьев Уайнсов, нас вполне может ждать новая комедийная классика. И я ее очень жду. Ну а теперь расскажу вам, что нового можно посмотреть в кино и в сети. В мировой прокат вышли драма Роберта Зимекиса «Тогда, сейчас, потом» про жизнь нескольких поколений семьи через призму их дома в Новой Англии. Триллер Клинта Истуда «Присяжный номер 2» расскажет про присяжного по делу об убийстве, который понимает, что виноват в смерти жертвы, так что теперь он должен выбрать – сознаться и освободить невиновного, или манипулировать присяжными, чтобы отвести подозрения от себя. Ну а в приключенческом фильме «В плену стихии» 12-летний парень теряется в лесах штата Мэн и теперь вынужден противостоять природе и собственным страхам. В российский прокат вышли французская драма «Время жить» про семейную пару, которая пытается наслаждаться каждой совместной минутой, так как вскоре их разлучит смертельная болезнь. Российская комедия «Возвращение попугая Кеша» рассказывает про учителя географии, встретившего говорящего попугая Кешу, который обещает помочь ему вернуть бывшую девушку. В спортивной драме «Федя, народный футболист» лучший футболист страны Федор Черенков переживает трудный период жизни, но не опускает руки, так как мечтает сыграть на чемпионате мира. Драма «Вечная зима» рассказывает про семейную пару, которая пытается пережить трагедию, случившуюся с их сыном, и сохранить отношения. Ну а в комедии «Право налево» успешный адвокат и любимец женщин, который всегда сохранял верность своей жене, начинает подозревать, что жена ему изменяет. В онлайн-магазинах уже доступен драматический мюзикл «Джокер. Безумие на двоих» про комика Артура Флека, который во время принудительного лечения в больнице Аркхам встречает любовь всей своей жизни – Харли Куин. Также в сети можно посмотреть главный хоррор этой осени – «Субстанция». Про некогда знаменитую голливудскую звезду, которая принимает экспериментальный препарат, делающий ее молодой и сексуальной, но вскоре этот дар оборачивается кошмаром. На Disney Plus вышел документальный фильм «Музыка Джона Уильямса» про творчество великого композитора, который подарил нам волшебные саундтреки для «Гарри Поттера», «Звездных войн» и других великих фильмов. Ну а Netflix выпустил второй сезон триллера «Дипломатки» про дипломата, согласившуюся на работу, которая может стоить и брака, и политической карьеры. Среди видеоигровых релизов стоит выделить интерактивный экшен «Life is Strange Double Exposure», который продолжает историю Макс Колфилд, обнаруживший в себе способность переходить из одного мира в другой. В RPG Dragon Age The Veilgor игрокам предстоит собрать отряд для противостояния древним эльфийским богам, которые пытаются поработить планету. Ну а на ПК наконец-то вышел легендарный вестерн от Rockstar Games, Red Dead Redemption, который рассказывает историю бандита Джона Марстона, вынужденного по заданию федералов разыскать выживших членов своей бывшей банды Вандерлинде. Ну а я на прошлой неделе посмотрел просто целую кучу фильмов, потому что на улице холодно, снег, осень, самая лучшая пора, чтобы сидеть дома, пить чаечек и смотреть какие-нибудь фильмы. Короче, я посмотрел два фильма с Джесси Айзенбергом. Первый фильм называется «Светская жизнь», и это такая очень уютная, красивая, ламповая драма о жизни, о любви, в общем, о каких-то жизненных невзгодах, неудачах, разочарованиях, и в то же время об удачах, успехе и прочем. Короче, очень жизненный фильм о Голливуде 30-х годов, супер уютный, очень советую всем, чтобы насладиться атмосферой, ну и так подумать о сделанном в жизненном выборе. Короче, можно как-то так это характеризовать. Очень крутой фильм, мне очень понравился. Второй фильм тоже мне очень зашел, называется «Двойник». Это фильм, снятый по повести Достоевского, который я не читал, хотя, может быть, читал в детстве, но не помню. И это очень обычный фильм, который мне своим вайбом напомнил «Эквилибриум», «Гатаку» и «Темный город», даже в какой-то степени. Очень обычный фильм, с очень необычным сеттингом, про то, как одного незаметного человека внезапно заменяет его двойник, который выглядит точно так же, как и он, но становится супер заметным и супер успешным. Ну и, короче, тоже такая вот очень необычная драма, можно сказать, такая метафорическая, потому что весь фильм — это метафора, которая просто подсвечивает некие механизмы нашей психики, связанные с самоопределением, с определением себя и своей роли в обществе. Ну, короче, не буду загружать, просто посмотрите. Тоже очень крутой фильм, мне очень понравился. Называется «Двойник». И еще я посмотрел фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники», и мне он вообще не зашел. Какой-то просто растянутый клип, в котором ничего не происходит, нет никакой завязки, никакого действия, просто они говорят какие-то пустые фразы. Фильм про вампиров, которые суперскучные, суперснобы. Короче, я не знаю, зачем я посмотрел это, я бы не стал вам его советовать, не тратьте свое время. Мне не зашел. Ну, может быть, кому-то под настроение, под какую-то меланхолию, может зайти, ну, чисто вот как клип, как визуально-эстетическая картина. Еще я посмотрел «Виды доброты» Йоргаса Лантимаса, и это очень странный фильм. Это фильм, состоящий из трех короткометражек, безумных короткометражек, с идеями, которые, ну, могут появиться в голове, как что-то такое мимолетное, типа, а что если вот так вот было бы? И обычно мы такие фразы говорим, там, в компании, поржем с этого и забываем. А вот Йоргас Лантимас взял эти идеи и сделал по ним короткометражки. Короче, безумно, необычно, странно и очень круто в плане актерской игры, в плане съемок. Сюжетно, конечно, ну, странные очень идеи, и можно сказать, что они ничем не заканчиваются, ничего не дают зрителю, но оставляют простор для каких-то фантазий, для каких-то разборов, чтобы подумать, чтобы понять, что это могло значить. Короче, тоже такой очень метафорический фильм. Всем советую, потому что как можно пропустить фильм с Джесси Племансом и Эммей Стоун, и еще и Уильямом Дефо. Кстати, я начал смотреть еще сериал Король и Шут, и что-то первую серию еле досмотрел, мне было очень трудно это смотреть, я вообще не понял общий хайп по этому сериалу. Может быть, он раскроется в следующей серии, но, честно говоря, после первой желания возвращаться почему-то нет. Несмотря на то, что я с детства был фанатом Киша всю жизнь, и как-то что-то вот не попало. Я не знаю почему. Может быть, потому что фэнтезийная часть только разыгралась в конце первой серии, может быть, она меня зацепит дальше, но пока что мимо. Из видеоигр сейчас я продолжаю играть в Silent Hill 2, а также мы с женой вечерами играем в Mario Party Jamboree. Да, наконец-то вышла новая Mario Party, и если вы не знали, я большой фанат серии Mario Party. Первая часть Mario Party Superstar, ну, на Nintendo Switch я имею в виду. Старые я не беру в счет, вот именно новые на Nintendo Switch я просто обожаю, мы до дыр их просто прошли все, знаем все заковулки, знаем все карты просто наизусть. А новая Jamboree, так это вообще подарок, потому что там куча новых мини-игр, там куча новых эмоций, ну, в общем, все, что вы хотели видеть от Mario Party, здесь этого в два-три раза больше. Mario Party Jamboree топ. Из YouTube каналов, честно говоря, не придумал вам, что посоветовать, но вот так, навскидку, возьму просто сейчас, посмотрю в телефоне, что я последнее смотрел. А, вышел новый видос у Veritasium, не знаю, как правильно, Veritasium, Veritasium, я думаю, вы знаете этот канал, наверняка, потому что один из самых популярных научно-познавательных каналов вообще в YouTube, есть его переводы, короче, там вышел видос про уравнение в математике, которое внезапно связало физику и математику воедино, посмотрите. Ну, а на этом все, пришло ваше время советовать мне фильмы, сериалы, видеоигры и YouTube каналы в комментариях, а также ставить ваши информационные лайки, ну и подписываться на мой канал. Cut the crap. Мы режем киноленты. Субтитры сделал DimaTorzok